Здравствуйте! С вами программа «Время Икс» и меня зовут Ксения Вишневская. 17 декабря в Севастополе состоится благотворительная акция в поддержку фонда «Лапа помощи». И мы пригласили Ялову Алену, директора благотворительного фонда «Лапа помощи», рассказать подробнее об этой акции. Алена, здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу прежде вас поздравить с тем, что вы уже стали директором, и организация приобрела такое уже основательное, скажите мне, место. Спасибо большое! Потому что вы у нас уже не впервые в студии, и давайте перейдем к акции самой. Что это за акция? Мы решили провести акцию, она будет у нас первая. Первая, так сказать, проба наша. Впервые. Мы очень надеемся, что пройдет все хорошо и сделаем благотворительную фотосессию. Так как вскоре Новый год, мы делаем новогодние локации, возле которых все желающие, кто придет на акцию, сможет сфотографироваться. У нас будут фотографы, поэтому любой желающий возле любой локации сможет сделать фото на память себе с мероприятия. Будет небольшая мини-ярмарка, где можно будет приобрести маленькие сувенирчики. Возможно, в преддверии Нового года будут различные магнитики в виде собачки. Это, мне кажется, замечательный подарок. Будут разные вкусности. Проведем также небольшой лот. Ну, конечно же, я думаю, как мы на всех мероприятиях в последнее время делаем мешок добра. Поэтому любой желающий сможет принести помощь нашим подопечным в виде корма, крупы, консерв, поводочка. То есть все-все-все необходимое для животных. Скажите, а подробную информацию об акции, где она будет проходить, где можно будет узнать, куда зайти, где посмотреть? Об акции можно будет подробнее узнать на нашем сайте, благотворительный фонд ЛАПа помощи, или же обратиться лично в сообщение, написать. Я обязательно все расскажу, напишу. И также у нас висит пост и номер указан телефона, по которому можно будет звонить. А собачки будут принимать участие? Конечно, да. Как же без собачек тогда? Без собачек никуда. Да, Новый год все-таки будет уже год собаки, и мы возьмем щеночка. Он у нас будет, конечно, не целый день, потому что все-таки мы не будем учить животное. Мы возьмем его буквально на часик, возле которого можно будет сфотографировать. Мне кажется, щенят, они им нравятся, когда их там... Да, тискать-тискать. Да, ну, кажется, от внимания такого они, конечно, очень устают, поэтому мы буквально на часик возьмем. С ним, может быть, сфотографироваться, сделать фотографии, селфи. То есть все желающие, кто пожелает, беспредельно смогут принять участие в этой акции. Алена, помимо того, что ваша организация перешла уже в такой статус благотворительного фонда, что еще изменилось за этот период времени? Мы делали уже не так давно еще ярмарку, поддержку животных. Мы продолжаем стерилизовать животных, как собачек, так и кошечек. К сожалению, много звонков. Много поступает звонков, и приходится работать в тех же дворах, где мы уже, можно сказать, отработали. В каком плане? Их продолжать подбрасывать, продолжать подбрасывать щенков, котят, за которыми следят, они подрастают. И, к сожалению, тех, кто не даются в руки, нам приходится, конечно, некоторое время ловить, чтобы простерилизовать, прокастерировать. И они продолжали жить в этом дворе. К сожалению, проблема не уходит. Да, действительно, очень много животных, которые уже с клипсами ходят, кошечки, которые мы делаем в метке. Я, кстати, обращаю внимание, очень часто я вижу собачек с клипсами. Причем они такие упитанные. Я думаю, боже мой, кто их, интересно, так активно подкормит? Прямо они такие бочками ходят. Да, мы стараемся следить за своими подопечными. Конечно, в районах есть волонтеры, которые следят, курируют, кормят, прививают. Особенно есть дворовые любимцы, за которыми всем двором просто ухаживают. Такие кошечки, собачки, какие-то подкормки отошли, покормили, все убрали. Очень-очень приятно, когда люди следят за своими двором, следят за теми животными, которые там находятся. И особенно приятно, что они все-таки знают, что все-таки стерилизация, она необходима. И поток животных, это не есть хорошо. Да, котятки, это, конечно, няшные такие маленькие существа, так же, как и щенки, но все-таки их не должно быть много. Поэтому как-то надо регулировать гуманным путем. Спасибо им большое, что они все-таки нам помогают и сами. И если им необходима помощь, они, конечно, нам звонят. Ален, если вернуться к акции, скажите, а средства, которые будут собраны, куда вы планируете их впервые? В очереди, где их применить? Все вырученные средства пойдут на животных, которые находятся при лапопомощи. То есть это приют, на котором находится немаленькое количество животных. А также это долги в клиниках после лечения, которые животные, к сожалению, уже долги остались. Животные уже выписаны, здоровы. Но поток идет. Лечим, стерилизуем. Конечно же, на них необходимы денежные средства, куда все и пойдет. А что еще, если так поговорить? Потому что как люди могут, помимо благотворительных акций, которые вы проводите, я надеюсь, это не первая и не последняя акция. Нет, конечно, не последняя. Потому что много очень неравнодушных людей, и я думаю, что будут с большим удовольствием к вам приходить. Скажите, что еще, какие необходимы? Может быть, люди просто те, которые не смогут по каким-то либо причинам посетить и принять участие в этой акции, может быть, они могут каким-то образом по-другому помочь в вашей организации? Конечно, конечно. Любой желающий может принести все необходимое для животных. Как я уже говорила, это питание, какие-то обработки для них, ошейнички, поводочки. Можно прийти и погулять с ними, помочь нам, потому что все-таки выгулять это очень тяжело за день, и, к сожалению, времени не хватает. Можно помочь финансово, можно зайти в клинику, в которой мы лечим животных, и на любого закинуть любую копеечку. Можно на реквизиты фонда, которые также на сайте, они есть, закинуть какую-то копеечку. Необходимы будки, которые, конечно... Для собачьей будки, да? Да, для собачек, но они необходимы просто. Когда в вольер, какие-то щеночки, утепленные будки, это самое то, потому что многие уже несколько лет стоят, и их надо, конечно, менять. Поэтому желающие могут, конечно, их помочь нам соорудить. Может быть, какие-то появятся материалы для них. Мы с удовольствием, конечно же, возьмем. У нас есть некоторые мини-приютики, которым помощь, конечно же, необходима. Как нашему, так и тем, у которых находится чуть-чуть в другом месте. Они не все в одной локации, в одном месте, а частично. То есть там щеночки, тут повзрослее. Ну и самое главное, что в вашем приюте можно найти своего друга. Конечно, обязательно можно найти, обращаться. Мы подберем. А если только что-то не сложится, заберем обратно, подыщем другого. Есть и маленький взрослый, можно и котеночка найти. То есть даже подберем даже по цвету. Главное. Цвет глаз, размер. По цвету глаз, дивана, да. Главное, чтобы любили, не обижали. И, конечно же, будем очень счастливы, если у нас станет намного меньше животных на улице. И быстрее гораздо пристраиваться с приютом. Потому что, к сожалению, порог бывает, что они заседают. Заседают на год, на два, на три. Но мы невероятно рады, когда нам удается найти хорошие руки, в которые мы привезли, оставили на испытательные сроки. И они, несмотря на все проблемы, на все какие-то там шалости, не возвращают. Говорят, вот мы любим, мы там терпим, мы там будем заниматься. И очень многие понимают, что если вдруг очень активно животное, ему необходима дрессировка, они просто либо пишут, либо позвонят, спросят, к кому можно обратиться. Они не возвращают. Они понимают, что они взяли, и они, конечно, соответственности. То есть ответственность в наших гражданах все-таки присутствует. Присутствует, да. И хотелось бы, конечно, чтобы этого было, конечно, побольше. Потому что многие... Но вы все делаете для этого и прикладываете максимальные силы для того, чтобы у нас было меньше агрессивных случаев и больше было бы... Да, да, конечно. Мы стараемся общаться с людьми. Мы стараемся их консультировать. Мы стараемся по возможности помочь в том или ином дворе. Также консультируем, когда берут, допустим, не у нас там тоже животное, да, у других. Они консультируются по питанию, по поведению. То есть куда как обратиться, какие привычки. Конечно, мы стараемся общаться, чтобы и человеку помочь. И мы очень рады, когда вот такие случаи бывают, что взял, и он понимает, что он несет ответственность. Ему надо понять, как питание. Нужны прививочки, конечно же, обязательно. Спрашивает, как с выгулом, как с какими-то обработками. Очень-очень приятно, очень рада, что все-таки животные... Алёна, на ваш взгляд, вот сейчас... Просто раньше, я помню, был прям такой бум, когда покупали маленьких кошечек, собачек и все остальное. В каждом вообще, в каждом доме практически можно было найти. И потом, к сожалению, да, не все справлялись, да, и вот как раз у нас происходили всякие трагические случаи. А сейчас, на ваш взгляд, есть какая-то тенденция, когда люди уже осознанно понимают, что это не просто игрушка, которую подарили ребенку, а это животное, которое даже не животное, это член семьи, прежде всего. И что... Какое вот сейчас именно отношение у людей, которые... с которыми вам приходится общаться, вот в большей степени все-таки на данный момент? В большей степени на данный момент к счастью у нас попадаются люди, которые все-таки понимают ответственность, понимают, что все-таки это не игрушечка, да, как правильно вы сказали, и это все-таки живое существо, которому также необходимо внимание, которое также требует ухода. Но случаи вопиющие все-таки есть. Даже маленьких собачек уже с потомством выбрасывают все-таки на трассу, которых мы подбираем. Очень жалко, но это есть и по сей день. Если вдруг кому-то необходима будет собачка с размером кошечек, и есть замечательные щенята, и есть собачка. То есть есть, к сожалению, есть. И, видимо, была любима, потому что ей года 4-5, и, к сожалению, какие-то обстоятельства все-таки их вынудили выбросить. Не знаю, зачем, как, почему, но очень жалко, что такие случаи есть. Буквально недавно у нас появилась новенькая собачка, назвали мою Бусинка, спрашивали, спрашивали, советовались, потому что все-таки у нас уже с именами как-то проблемы, их очень много, и уже у нас нету фантазии. Вот, поэтому многие люди участвовали в нашем зале. А как она появилась? Ты же ее подкинули или просто что-то? Ее привезли мне с леса, привезла мне Машенька, прозвонив вечером, говорит, Ален, пошли с другом с грибами, услышали выстрелы, пошли на звук этих выстрелов и увидели вот по тропиночке, назад увидели привязанную к дереву собаку. Она ниже росточка, боже, запуганная, маленькая детеда, настолько была привязана эта веревка на шее, что, чтобы ее освободить, необходимо было разрезать. Она прозвонила мне, говорит, я не знаю, что мне делать, конечно же, не все разрешают, да, домой забираются, как все-таки это семья, да, вези, вези, девочка была необычайно запугана, но сейчас активный хвостик, она прекрасно знает машину, то есть, у людей была машина, она не брекалась при виде поводочка-ошейника, она спокойно дала его на себя одеть, она гуляет рядышком, но она активная, она молоденькая, ей 9-10 где-то месяцев, мы ее уже простерилизовали, то есть, она абсолютно здорова, активна, что она делает людей, да, ждет своего хозяина, что она делает людей на такой поступок жестокий, я, честно говоря, я даже не знаю, вот зачем. Алена, к сожалению, у нас заканчивается уже эфир, осталось буквально считанные минутки, хотелось бы, так как мы встречаем с вами не первый раз, спросить, есть ли какое-то решение по поводу закона насчет прав все-таки животных, будет ли это какое-то в перспективе вообще разрешения этого вопроса? К сожалению, пока что все стоит на месте, к сожалению, идут только разговоры, да, волонтеры бьются как только могут, но мы пока ответа никакого не дожидаемся, необходимы поправки, тот закон, который бился, он без множества поправок, там также были такие вводные фразы, которые необходимо было по пунктам расписать все-таки, что необходимо делать, что запретить, при каких случаях наказывать тех или иных людей, также хозяевами тоже надо вести беседы по поводу того, что они все-таки выбрасывают, да, стерилизация обязательная, наказание, если вдруг это цедистские какие-то методы, общения с животным, там, и убивают, да, всякое бывает. к сожалению, на данный момент все стоит на месте, мы очень ждем и надеемся, что вскоре, вскоре все-таки закон будет, закон начнет работать, и мы сможем в большей мере работать, и все-таки тех животных, которых мы на данный момент не можем забрать у хозяев, которые сбивают, и это все знаем, и мы, к сожалению, не можем их забрать, потому что... А вы не можете, да, не имеете права одному, то есть прийти там, проведать это животное? Нет, если он не напишет, к сожалению, отказ от животного, то я не имею права выбрать. К сожалению, таких животных мы знаем, и как бы мы не пытались сбиться головой и стенкой, мы не можем этого добиться, хозяин не напишет отказа, конечно же, нам никто не дает его забрать, поэтому нам стоит только, достается со стороны наблюдать, беседовать, общаться. Ну, я надеюсь, что все равно этот вопрос рано или поздно, но он решится, хочется, чтобы он решился побыстрее. Алена, я благодарю вас за то, что вы в очередной раз к нам пришли, за то, что тот добро, которое вы несете, и то, что вы делаете, это просто, я даже не знаю, никакой похвалы нет. Спасибо вам за наших верных друзей. Спасибо. Благодарю. А я напоминаю, что сегодня в нашей студии была Ялова Алена, директор общественной организации «Лапа помощи». А я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Ксения Вишневская. Это была программа «Время. Икс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова